Меган Маркл, американские СМИ клеймят Букингемский дворец, у кого разные спальни, принц ушел в отрыв, скандал, холодные руки Кейт Миддлтон, новости на канале Deutsche News. Добро пожаловать на канал, меня зовут Альбина, приветствую вас, уважаемые друзья. Не забывайте, пожалуйста, о лайках, подписке, спасибо вам. И давайте поскорее начнем. Будущий король и хулиган и сорви голова. Вся страна в шоке от юного принца Кристиана из Дании. Кристиан, наследник престола, старший сын Фредерико и Мэри, вызвал всеобщее осуждение после того, как его одноклассник выложил в Инстаграм видео, где принц, которому всего 16 лет, обливает своих друзей шампанским. Молодежь отдыхала без взрослых и, судя по всему, ушла в отрыв и безобразничала на все лады. Принц Кристиан учится в школе-интернате. Престижное заведение на прошлой неделе отправило своих студентов на горнолыжный курорт, где подростки вовсю отрывались и даже посещали ночные клубы и другие злачные места. Реакция общественности была бурной. Королевская семья вмешалась и заявила, что произошедшим нет ничего страшного, ведь это подростки, и они так видят мир. Полную цитату вы видите на экране. То есть, в 16 лет обливать своих друзей шампанским вполне нормально. Если этот поступок никак не осуждается, что же будет дальше, страшно представить. Напишите, считаете ли вы произошедшее нормальным, пишите, всем отвечу. Королева Матильда с супругом, королем Филиппом, провела встречу с нобелевским лауреатом Деннисом Мугвея. Накануне женского праздника, пишут таблоиды, доктор получил награду за упорный труд в отношении женщин, подвергшихся насилию. Он также основал благотворительный фонд, который пользуется поддержкой королевы Матильды. Мадонна сходила на свидание. Провокаторша, которой нет покоя по жизни, которая все меньше поет и занимается творчеством, решила поужинать не с кем-нибудь, а со своим сыном Рокко Ричи. Знаменитость сейчас находится в Лондоне, и они решили пообщаться в самом популярном баре города. Рокко Ричи обожает эпатировать. В кого это он такой? Выреженный в пух и прах, он шел на редкое свидание с мамой с большим удовольствием, судя по выражению его лица. Как вы знаете, Мадонна много лет билась за опеку над сыном, но проиграла супругу, Гаю Ричи. Поэтому это действительно эксклюзив. Мадонна со своим сыном Рокко, который является полной копией своего отца, пишут в СМИ. Они создали фейк, пытались уничтожить ее, но ничего не вышло. Теперь они молчат, боясь, что правда будет раскрыта. Американские СМИ всерьез задаются вопросом, почему Букингемский дворец не отчитывается о результатах расследования в отношении Меган Маркл и ее сотрудников. Почему они молчат? Что они скрывают? Напоминаю, в прошлом году несколько помощников через личного секретаря герцогини Сасекска и Джейсона Кнауфа направили высшему руководству дворца жалобу, где говорилось об издевательствах со стороны Меган Маркл. Стоит отметить, что инициатива исходила от мистера Кнауфа, который решил не молчать и донести все до высшего руководства. Букингемский дворец обещал расследовать дело, но с тех пор нет никаких новостей. Именно к этому факту и прицепился таблоид Newsweek. Газета пишет, Букингемский дворец передал это дело сторонней юридической фирме с целью начать масштабное расследование. Однако юристы фирмы продолжают отмалчиваться и копаться в ответ на требовательные вопросы адвокатов Меган Маркл. Далее газета пишет, что на самом деле это фейковая история, а помощники, которые жаловались на Меган Маркл, лгуны, которых заставил дать показания дворец. В отместку за интервью Меган Опри Уинфри, конечно. Далее американский таблоид выдвигает другое предположение. Дворец не хочет омрачать юбилейный год королевы. Ведь ясно, что все это ложь и провокация с целью уничтожения репутации герцогини Сасекской. Проще говоря, дворец знает, им придется извиняться, но они не хотят. Они бы еще написали, что королева должна встать на колени и просить прощения перед Меган Маркл. Но они не могли это написать. По их мнению, вся эта история делала рук Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Особенно принца Уильяма, который ненавидит Меган Маркл. Но самая интересная причина, по которой американский таблоид абсолютно не верит в буллинг со стороны Меган, состоит только в том, что представитель герцогини яростно отрицал все обвинения. Извините, а чего вы ждали? Вружка Меган сложит руки и будет каяться? Интересно, что эта история всплыла сразу после интервью королевского фотографа, который работал на Меган Маркл и назвал ее самым ужасным и невыносимым персонажем за всю его карьеру. Лично я не верю в совпадение. Очередная утка, проплаченная Меган Маркл. Если они могут купить себе престижную награду, почему они не могут купить себе статью? Вот в чем вопрос. А во что верите вы? Как считаете, Меган Маркл издевалась над своими сотрудниками или нет? Или все это очередная ложь дворца? Пишите и вы свое мнение. Рианна наконец оделась практически в паранже. Это шутка. Она появилась на неделе моды в Париже. Похоже, поклонники в восторге, так как голая и беременная певица вызвала волну негатива и непонимания своим последним появлением в Милане. Ну а бедный Джордж Клуни никак не может вылечить расстройство сна и спит много лет подряд с включенным телевизором. Я так понимаю, у них самая проблемы и раздельные спальни. Тем временем СМИ вспомнили историю, или скорее, что сказал принц Уильям о Кейт Миддлтон во время их последней поездки в Уэльс. В частном разговоре герцог Кембриджский пожаловался, что у его жены очень холодные руки. Всегда. А Накейт постоянно мерзнет. В ответ на замечание собеседника Уильям ответил, руки у нее действительно самые холодные на свете, а вот сердце очень горячее. Ну какой милый этот Уильям. Напишите, а у вас холодные руки или нет? Мои постоянно мерзнут, зато сердце горячее. На этом все, уважаемые зрители. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо вам за лайки. Благодарим за комментарии. Конечно, подписывайтесь, если еще не подписаны. С вами была Альбина. До завтра. До новых встреч.